Турнир проходил с 20 по 29 ноября. Константин Мишечкин выступал в весе до 64 килограмм. Череду побед за уральский спортсмен открыл 22 ноября в бою с боксером из Германии Кристианом Дезелем. Следующие пять боев закончились тем же успехом. В финальном поединке Костя одержал уверенную победу над украинцем Артуром Пригодой. Вскоре Костя получил звание мастера спорта международного класса. Именно в тот же день, 28 ноября, боксеру исполнилось 18 лет. Теперь его ждет переход в взрослый бокс. Однако все это позже. Сегодня воспитанник спортклуба «Велес» получает очередные поздравления от президента региональной федерации бокса Дмитрия Литякова. Так вот первый раз за щеку потрогал, говорю, толстенький. Был вот таким вот ростом, маленький совсем еще. Вот Леша его в ринг выводил на первенство в области. Какой год, я уже даже и не помню. Потом я его видел года через два только спустя уже. Когда он стал уже таким, более-менее юношей, где начал чего-то делать в ринге. Ну а потом уже дальше, последовательно, просто пошагово, на соревнованиях ездили с ним. Сегодня в команде Константина царит самая семейная атмосфера. Дмитрий Владимирович может и пожурить воспитанника, и похвалить. Заинтересованы в его развитии и воспитании два его тренера – Геннадий Ковалев и Алексей Мизинцев. Весь семилетний путь становления Кости как боксера мужчины прошли бок о бок с ним. Присутствовали они и на турнире в Европе. Я искренне рад за Константина, что он достоин. Достоин реально вот этой победе. Потому что он, как никто другой, пахал, через кровь и пот добивался вот этого результата. Что же касается самого Константина, своим выступлением, как и чемпионатом, он остался доволен. В Польше все пришло, думаю, неплохо. И организация нормальная. Никаких проблем не было с прорыванием. По сравнению с Грозным, когда у нас Европа была, это намного, мне кажется, как бы лучше. В Грозном не так, здесь и больше стран, собралось и больше человек. Веси было и больше боев. Ну и тяжелее гораздо. Теперь Константина ждет благодавалый перерыв. Как говорят тренеры, свободное соревнование время займут тренировки в зале, набор мышечной массы и, разумеется, учеба. Ведь впереди у их воспитанника выпускной бал и итоговая тестация. Юлия Пастухова, Евгения Волков, Илья Урванцев, Александр Бутаков, информационное агентство Курганру.